Продолжаем чтение книги профессора Московской Православной Духовной Академии Алексея Ильича Устьова «Бог». «Бог или ничто? Только с верой в своё бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле». Фёдор Михайлович Зостоевский. Во что верить? Каждый человек по-своему переживает проблему Бога, но для многих она начинается с простого вопроса – есть ли он? Рассказывают такой случай. Барин, просвечённый в духе свободы, равенства, братства, Видя, как его возщик, пролежая мимо церквей, каждый раз крестится, посмеивался над ним. Но тот не отвечал ни слова. Доехали. Барин хотел было уходить. И вдруг мужик, молчавший всю дорогу, неожиданно заговорил. «Барин! А барин? Что?» А вдруг он есть? Барин был потрясён. Этот простой и ясный вопрос поразил его и оказался сильнее всех атеистических хитросплетений. Действительно, а почему Бога нет? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, что представляют собой атеизм и религия, хотя бы с точки зрения научной методологии. Прежде всего, ясно, что любая научная теория может быть оправдана только в том случае, когда она предлагает подтверждающие её факты и возможность их проверки. Сначала простой пример. Чтобы утверждать, что в лесу есть волки, достаточно нескольких свидетельств. А чтобы отрицать это, необходимо проделать огромную работу, тщательно обследовать весь лес. Но и тогда может оставаться сомнение. Вдруг их просто не заметили. Подобная же ситуация и с вопросом бытия Бога. Достаточно нескольких достоверных фактов личной с ним встречи, чтобы не осталось никаких сомнений. А какая логика и какие факты могут свидетельствовать о его небытии? О существовании Бога, во-первых, свидетельствует личный опыт его переживания множеством людей разных эпох, народов, культур. Об этом писал известный русский философ, марксист 20-го столетия Сергей Николаевич Булгаков, убедившийся на собственном опыте в бытие Бога и ставший священником. Если бы люди веры стали рассказывать о себе, что они видели и узнавали с последней достоверностью, то образовалась бы гора, под которой был бы погребён и скрыт от глаз холм скептического рационализма. Из его книги «Свет не вечерний» Сергий Фасад, 1917 год. А вот, что рассказывал Игумен Никон Воробьёв в 1963 году. «Много поразительных случаев происходит в жизни самого человека или окружающих, и они понуждают его обратиться к мысли о Боге. Поехал я однажды в 1918 или 1920 году как-то в Вышний Волочок и встретил там молодого монаха, мощного, огромного, настоящий Илья Муромец. Я заинтересовался и спросил, что побудило его пойти в монастырь. И он рассказал мне следующее. Вёз я однажды брёвна. В одном месте нужно было круто спускаться к реке. И вдруг лошади понесли, а мост оказался наполовину разобранным. «Я вижу гибель неминуемо, и для меня потому, что не могу выскочить, и для лошадей». Тогда я от всей души вскричал «Господи, спаси! Господи, помоги!» И вдруг лошади на всём скаку в раз остановились, как вкопанные. На меня это произвело такое сильное впечатление, что я после этого шёл в монастырь, ибо увидел, что Бог не только есть, но что Он близ нас и любит нас, и только в нём можно найти жизнь. Подобный же случай произошёл и с нашей матерью. Её также однажды лошадь понесла при спуске к реке. При этом отвязались стойки с поперечными на телеге и начали бить её в грудь. И она ничего не может сделать. И вот она тоже размолилась изо всех сил «Господи, спаси!» «Святитель Николай, помоги!» Навстречу ей ехал обоз. И видели, как лошадь взбесилась. Я обозный. Затем говорили, что лошадь без всякой видимой причины вдруг сразу остановилась. Мать говорила, что было такое впечатление, как будто лошадь неожиданно в стену уперлась. В обоих случаях объяснить случившееся естественным путём просто невозможно. Да и мало ли других не менее поразительных случаев. Миллионы, бесчисленное множество религиозных фактов. Какими бы научными средствами можно было предсказать место кончины матери. А вот юродивый у нас в деревне Ванька Малый сложил руки дудочкой и проиграл. Дуру дара, дуру дара, таганрогий жизнь скончала. И ведь если бы не было войны, затем и революции, и Васева, брат Игумена Никона, там женился и не потянул туда мать, она и не знала бы, что это за таганрог. И вот она умерла там. Или сказал он мне семилетний монах, монах, а ведь монаш, что я принял спустя 30 лет, подобных и разного рода других фактов, бесконечное количество. Они неопровержимо свидетельствуют о Боге. Достаточно хотя бы назвать имена святитель Николая Мерликийского, блаженной Ксении Петербургской, святого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы не осталось никаких сомнений в сверхъестественном источнике их поразительных чудес, которые совершаются до ныне. Во-вторых, все научные знания прошлого, настоящего и будущего никогда не смогут охватить все бытие в целом. Академик Российской Академии Наук Наан писал, на любом уровне развития цивилизации наши знания будут представлять лишь конечный островок в бесконечном океане непознанного, неизвестного, неизведанного. Из книги «Беседа» с академиком Нааном о диалектике познания наук и религии, 1968 год, номер 19, страница 23. Следовательно, даже если бы Бога не было, то и тогда наука не смогла бы утверждать этого. Самое большее, что она может сказать, я не знаю. Но у множества ученых всех эпох, вплоть до настоящей времени, благодаря своим научным исследованиям, приходили к вере в Бога. Поэтому утверждение научного атеизма о небытии Бога противоречит элементарной логике, является откровенно антинаучным. Обращать на себя внимание и следующее. Если религия опирается на колоссальный всечеловеческий опыт внутреннего познания Бога, то атеизм вообще не предлагает человеку никаких фактов для подтверждения своей веры. Он не отвечает на важнейший для него вопрос, что должен сделать образованный человек, чтобы убедиться в небытии Бога. Но без ответа на него атеизм теряет всякое доверие. Поэтому он способен призывать только к одному. И верит в человек, что нет Бога, нет души, нет никакой посмертной жизни, ничего нет, кроме эмига существования в этом мире. Верь, что тебя, как личность, ожидают вечную смерть, окончательное и полное уничтожение. Какие духовные, нравственные и психологические последствия способны породить в человеке такая вера? Очевидно. И самое трагическое – потеря смысла жизни, попытки найти его в своих детях или в делах на благо человечества. это именно то, о чем остроумно заметил Пушкин. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Ведь если говорить о детях как смысле жизни, то, во-первых, дети далеко не у всех есть. Во-вторых, как можно охарактеризовать того человека, который смысл своей жизни видит в том, чтобы дать жизнь ребенку, приговорив его к смертной казни. Кому же не ясно, что каждый рожденный обречен на неминуемую смерть? Еще неизвестно какую. Это ужасно, но именно таким оказывается так называемый смысл жизни в детях, когда нет веры в Бога и в их вечную жизнь. Таким же несостоятелем является и поразглашаемый атеистами смысл жизни для блага народа, человечества. Прежде всего, многие ли живут и работают с мыслью об этом? А большинство? Да и для тех немногих, которые действительно сделали что-то полезное для людей, никакого посмертного удовлетворения с точки зрения атеизма быть не может, ибо их личность уничтожена смертью навсегда. Если они и думали о смысле жизни в деятельности на благо народа, то это был лишь миг времени их земной жизни, а дальше тьма небытия. в связи же с выводами современной науки атеистической идеи смысла жизни и деятельности на благо человечества приобретает уже совсем трагический характер. Академик Российской Академии Наук Моисеев прямо писал человечество как биологический вид смертного. И в этом смысле конец человеческой истории однажды наступит и не в каком-нибудь совершенно неопределенном будущем, а может быть уже в середине 21 века. И предупреждал глобальная катастрофа может разразиться столь стремительно, что люди окажутся бессильны. Надежды на технику совершенно напрасны. нас уже не спасут новые технологии. Необходимы новые заповеди. Отсюда естественно возникает вопрос. Если все человечество как биологический вид смертно, то ради какого иллюзорного земного рая, ради каких потомков необходимо сейчас трудиться и отдавать свою жизнь. Да какой смысл жизни без надежды на жизнь? Напротив веры в Бога, бессмертие, личности, вечную жизнь полностью снимают все эти проблемы и тем самым уже сейчас здесь на земле открывают человеку и смысл и радость жизни. Завтра продолжим чтение книги Бог Аргументы бытия Бога.